Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». В преддверии 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана мы встречаемся с непосредственным участником тех событий. Присоединяйтесь! Михаил Григорьевич Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Родился 21 ноября 1962 года в Лельчицком районе Гомельской области. В 1981 году был призван в ряды советской армии и направлен в Афганистан. Служил сапером отдельного инженерного батальона 201-й дивизии. В 1982 году был тяжело ранен в бою. За образцовую воинскую службу награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» от благодарного афганского народа, почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году Михаил Жукевич получил высшее образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скарыны на физическом факультете. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил областной комитет общественного объединения «Белорусский союз молодежи». С 2000 по 2004 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 был председателем Совета по делам религии и национальностей Гомельского обл. полкома. Затем два года работал заместителем начальника главного управления идеологической работы Гомельского обл. полкома. С 2010 года и по настоящее время председатель Гомельского обкома профсоюза работников культуры. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Михаил Григорьевич, рада вас видеть. Добрый вечер. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, как и почему. Вы попали в Афганистан. Почему здесь, конечно, такой вопрос интересный. Исполнилось 18 лет Конституции, закон о сегодняшней обязанности. Призвали. Призвали. Призвали возможность какая-либо выбора. Ну, понимаете, в то время, наверное, такого не было, чтобы можно было где-то отсидеться, где-то что-то сделать. Поэтому по призыву привезли нас в город Минск. Вот в Минске переодели. Вот куда направят, где мы будем проходить так называемый курс молодого бойца или же так называемый карантин, мы не знали. Затем нас после переодевания всех, наверное, человек 700, может и больше, посадили в специальный эшелон такой был солдатский. И нас 11 суток везли и привезли в Тормез город. В городе Тормезе мы проходили в узбекской СССР этот курс молодого бойца или карантин, как его по-разному можно назвать. И тогда уже мы, наверное, немножко начали понимать, что нас готовят к службе в Афганистане. Я представить себе не могу, что в этот момент могли испытывать ваши близкие и родители особенно. Как мама узнала? Они не знали, никто же не говорил об этом. узнали, что я прохожу службу в Афганистане, они гораздо позже, уже месяц мы отслужили в Тормезе, уже были направлены в Афганистан, служили в Афганистане. И это, наверное, чисто случайно они узнали. И когда мне пришло, что я скрываю о том, что служу в Афганистане, мне пришлось, как говорится, признаться, я это уже потом сказал. Но о том, что там идет война и так далее, я думаю, что никто из солдат домой не писал. Единственное, писали, что выезжаем в командировку, там то, другое. Фотографировали какие-то экзотические моменты, потому что попали служить, как во время лета было. Вот когда мы приехали, все цвело, все расцвело красиво, где-то в горе и так далее. Поэтому вот такие вот фотографии присылали. Я не знаю, может быть, другие и с оружием и так далее. С оружием я очень редко присылал фотографии, а может даже и не присылал. Когда уволился с армии, тогда, наверное, увидели какие-то фотографии в альбоме, где я с автоматом, там где-то что-то. То есть старались не тревожить родителей. Ну, конечно, в то время, наверное, телевидение и разные интернеты и так далее не было так развиты, как сегодня. Поэтому доступа к информации, что там происходит, на каком свете мы и так далее, вот этого они не знали. Ну, конечно же, из каких-то зарубежных радиопередач, помните, был там «Голос Америки» и так далее, передавали о том, что советские войска ведут войну в Афганистане, погибают. И особенно, когда говорили «потери», все это до наших глубинок доходило, конечно же. Родители успокаивали как могли, отправляли какие-то красочные фотографии, а при этом выполняли-то вполне себе боевые и очень опасные задачи. Ну, конечно, у каждого была своя служба. Кто-то строил, параллельно с тем, что выполняли, как говорится, боевые задачи, кто-то и строил и дороги, и больницы, и заводы восстанавливали и так далее. То есть под словом «выполняли интернациональный долг» — это было очень широкое слово. Это не просто с оружием в руках ходили по горам, где там выгоняли, выметали и так далее. Еще раз повторяю, что советские солдаты выполняли интернациональный долг. Я помню, что мы и мосты где-то восстанавливали. Я знаю, что мы в городе Баглан в Афганистане восстанавливали завод сахарный. Солдаты советские стояли на охране этих объектов, охраняли, потому что старались их где-то заминировать, где-то вместе с продукцией, как говорится, в продукцию бросить какую-то мину, гранату и так далее. Поэтому за этим всем следили. Еще раз повторяю, что советские солдаты в широком смысле слова выполняли там интернациональный долг. Почему на сегодняшний день, я вам скажу, что нам, наверное, немножко сложнее поехать туда. Сегодня наши коллеги, например, с России, они очень часто бывают в Афганистане. И сегодня афганские народы очень с таким трепетом, с теплотой вспоминаются, как шурави стояли в Афганистане. После всего, что им потом пришлось пережить, конечно, я думаю, что это одно из прекрасных воспоминаний. Поддерживаете ли вы сегодня связь с теми, с кем служили тогда, в 80-х? Ну, естественно, что те, с кем лично я служил, конечно. Я когда-то очень долго искал своего командира, я его нашел здесь, в Беларуси, служить до сегодняшнего дня еще. В Брагине, через вашу передачу в Брагине я нашел сослуживца, который вместе со мной в одном батальоне служил. Ну, а что касается тех, кто непосредственно в России, на Украине и так далее, конечно, на это, наверное, есть общественная организация. Мы через другие общественные организации разыскиваем друг друга, стараемся поддерживать, если возможно. Компания в Афганистане длилась 9 лет и 2 месяца. Что знают простые гомельчане об этой странице истории, узнали наши корреспонденты. Война, говорится, была, людей потеряли много, это очень жалко. И, говорит, и коллеги пришли, и все остальное. Сейчас люди, говорит, очень много этого, говорится, уже ушло, говорится, и уходят. И, говорится, люди вложили жизнь и здоровье, а результат, что там сейчас в Афгане творится, вы сами видите. Если бы мы там остались, то опять жертва зачем? Надо защищать свою страну в первую очередь. Что участвовали наши ребята, которые много покалечилось в жизни. Ну, это когда война, это очень беда во всех, невзирая Афганистан, Донбасс, Сирия. Если честно, очень мало, но знаю, что война это очень плохо, это страшно. И война в Афганистане была одной из самых страшных событий за последнее время. Наши советские войска там были. Потом были выводы их, они защищали, наверное, народ афгатский. То, что знает мое поколение, было нахождение наших войск в Афганистане, помогали молодой республике избавиться от капиталистического интервенции. Вывели в 81-м или 80-м. Политическая затея. Знаю, что это была война за, скажем, независимость афганского народа. То есть, советские войска были введены для того, чтобы снять диктатуру Амира. Вот. Ну, это была очень жестокая война. Сколько я знаю. Мне только шкода наших хлопцев, якие там загинули, або пришли никому не потребные. Вот это мне шкода. Потому что ни и ныне мы так и не ведаем, за что там воевали. Ну, не ведаем, потому что нас это не дотычилось никаким боком. То, что она началась, ну, естественно, в Афганистане во время холодной войны между СССР и США. Что было очень много жертв, и война шла очень ожесточенная. И был конфликт, который до сих пор, в принципе, не решается. Тяжело было людям. Умирали наши мальчики. Забирали это где-то в 80-е годы. Ну, что сказать. Трудно было пережить все это. Ждать мужей, сыновей. Михаил Григорьевич, на Ваш взгляд, чем ценен опыт Афгана? Какой урок из него может извлечь современное общество? Вы знаете, когда наши войска стояли в Афганистане, когда мы оказывали, еще раз хочу повторить, чтобы зрители слышали это, когда мы оказывали на поистине интернациональный долг, что только о нас не говорили. Что мы варвары, что мы зафальщики и так далее. Все было. Я когда вернулся из Афганистана и работал в Комсомоле, мы встречались с различными зарубежными делегациями. И когда узнают о том, что я служил в Афганистане, ну, ко мне было такое отношение не из лучших. Но, когда произошло то, что произошло, как говорится, вывели наши войска с Афганистана. И в Афганистан вошли натовские войска. И увидели те люди, которые нас, ну, где-то, наверное, и ругали, где-то, наверное, и презирали, что мы неправильно делаем и так далее. И когда они увидели, что там творится, они совсем по-другому стали. И вот я вам скажу честно, что где-то в года три назад я встречался с немецкой делегацией, где, ну, с таким удушевлением рассказывали немцы о том, что их солдаты выполняют долг в Афганистане и так далее. О чем это говорит? О том, что, понимаете, когда мы пришли в Афганистан, это не просто была какая-то там страна, чтобы им оказать молодой там республике какой-то там режим установить и так далее. Вот. В то время шла тяжелейшая холодная война. Вот. Афганистан, это, наверное, был один из таких мест, где можно было разметить и ракеты, и так далее, и все. Но это вопросы военных, это вопросы политики. Но Афганистан, это была страна наркотиков, это была страна оружия. И если бы там не поставить заслон, все эти наркотики, все это оружие было бы еще в 80-х годах у нас. Вот. И параллельно, как говорится, решая вот эту проблему, вот, конечно, оказывая помощь и так далее. Вот. Советский солдат, я же говорю, он многогранную помощь оказывал Афганистану. И когда сегодня вошли войск в Канад, они увидели о том, что, да, вот этот терроризм, вот этот, как говорится, эти все люди, которые на сегодняшний день могут взорвать себя в метро, люди, которые могут на сегодняшний день на улице взорвать, любую, как говорится, любое взрыве, вещество и так далее, вот, они на сегодняшний день посмотрели, что, да, там необходимо наводить порядок. Ну и, конечно, наш, еще раз говорю, что наши солдаты, выполняя интернациональный долг, пресекали все, вот, вот, как оружие, как наркотики, они в то время не шли к нам, вот, так и оказывали помощь, я уже говорил, и в мирных целях, вот. Ну, а когда вывели войска, сегодня эту миссию выполняют, как говорится, войска НАТО. Но, то, что делали наши солдаты, сегодня войска НАТО этого не делает. У них, заши одна, обнаружили, взлетели, отбомбили, кто погиб, мирные жители, или это бандформирование, или кто, их это как-то меньше волнует. Вот, поэтому, какой урок можно вынести? Ну, сегодня вот мы видели, как наши телезрители говорят о том, что война это плохо и так далее. Конечно, ну, наверное, человек так, человек это такое заложено внутри, что сколько бы чужих уроков, как говорится, он, он не это самое, не, как бы его не учила жизнь, он все равно должен попробовать. То есть, вот то, что сегодня, например, творится у нас, в нашей соседке на Украине, это страшно, когда на сегодняшний день война разделила наших сослуживцев, афганцев. Одни на одной стороне воюют, другие на другой стороне воюют. Вот, начинаешь с ними разговаривать, начинаешь звонить, ну, как говорится, помирить очень сложно на сегодняшний день. Вот, поэтому... А было ведь братство. Плохо, конечно, когда из войны не выносить урок, урок от того, что война к хорошему никогда в жизни не приведет. Да, согласна. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста. Скажите, вот такой вопрос у меня. Мой муж служил в Афганистане родовым солдатом. И хотелось бы знать, льготы у них есть какие-то к пенсии? Льготы к пенсии? Хорошо, я отвечу. Спасибо. Сейчас отвечать? Значит, на сегодняшний день все, кто принимал участие в боевых действиях, два года назад прошли перерегистрацию, получили удостоверение образца белорусского. Когда шла перерегистрация, практически 99% получили архивные справки о том, что они принимали участие в боевых действиях. В соответствии с этой архивной справкой, при выходе на пенсию, военнослужащие, проходившие в горячих точках, имеют доплату к пенсии. На сегодняшний день эта доплата составляет где-то порядка 108 рублей. Это по старым деньгам 1,8 млн. Ну и с учетом инфляции и так далее, каждый год она меняется. Поэтому вот к пенсии это надбавка. Я, наверное, понимаю, что сегодня речь идет, кроме этого, что сказала наша телезрительница. Значит, у нас когда-то в пенсионном законодательстве было, что военнослужащие, проходившие участие в горячих точках, имеют право на 5 лет раньше идти на пенсии. Вот. Значит, эта норма в законодательствах постсоветского пространства осталась. Кроме нас, в Республике Беларусь. Значит, на сегодняшний день в парламенте внесен закон о ветеранах. Мы подготовили свое предложение. Почему? Потому что этой льготой офицерии-прапорщики пользуются, а солдат и нет. То есть офицеры-прапорщики, им год за три, которые они служили в Уганистане, идет в услугу лет, и отслужив 25 лет, он идет на пенсии. Вот. И прапорщики тоже. А солдаты, отслужив... Вот. У нас есть солдаты, которые служили в Уганистане по 2 года и 3 месяца. Хотя срочная служба 2 года всего была. Вот. Поэтому на сегодняшний день вопрос о том, чтобы вернуть эту норму в пенсионное законодательство, мы свои предложения в парламент внесли. Спасибо, Михаил Григорьевич. Скажите, пожалуйста, сколько вообще уроженцев Гомельской области принимало участие в военных действиях в Уганистане? Вы знаете, каждый год мы как-то эту цифру посмотрели по различным источникам тех далеких 90-х годов, когда вывели войска из Афганистана, начало 90-х. Вот. Называлась цифра там 4,5 и 5 тысяч и так далее. Вот. Благодаря... Нам очень помогли наши комиссариаты. Вот. В этом году, вот, сначала, вот, с начала года до, где-то до июня месяца, 16-го года, вот, мы поняли все архивные документы и просчитали, сколько военнослужащих нашей Гомельской области принимали участие в боевых действиях во всех горячих точках, где только можно было на момент выводов из Афганистана. Вот. Это составило... В Афганистане наши принимали участие 5 тысячи 4 тысячи. Чисто там же и чуть-чуть еще. Вот. Человек. Вот. А всего воинов-интернационалистов у нас в этом самом... Еще было 400 воинов-интернационалистов, которые в других горячих точках принимали. Вот. Это где-то 5-800 человек нашей Гомельской области, вооруженцы Гомельской области, принимали участие в боевых действиях. Вот. На сегодняшний день нас, скажу вам честно, что кто-то умер, кто-то уехал. Вот. И нас на сегодняшний день осталось всего воинов-интернационалистов 3790, из них 3680 – это ветераны войны в Афганистане. Угу. А в составе областной организации сколько человек? Ну, у нас в областной организации, у нас фиксированное членство с своим удостоверением и так далее. У нас на сегодняшний день 1480 членов организации. То есть это половина всех участников? Да. Вот. Но я вам скажу, что вот как мне мазряне сдали свой статистический отчет, так они полностью все, кто у них на сегодняшний день, 360 человек в Афганистане, в этом самом, служили в Афганистане и в других горячих точках, они все... Почему? Потому что, ну, обращаясь ветеран войны в Афганистане, там, или воин-интернационалист, обращается в районную организацию. Конечно же, его же никто не выгонит. То есть автоматом все уже зачислены в ряды организаций. В каждом районе есть свои организации, в каждом. И такая единая областная структура. Единая областная структура, 21 район. Есть первичные организации на предприятиях, вот, например, там, на БМЗ, на Злини, на Сельмаши есть, на ВРЗ, на заводах есть. Самая такая крепкая где, в каком коллективе? Ну, конечно, на БМЗ очень сильная организация, которая принимает участие во всех мероприятиях в городе Жлобин. Вот. Ну, и здесь, вот, я вам скажу, что, ну, еще зависит от человека, кто будет их опекать. Да, сплочать. Опекать, конечно. Потому что, ну, когда они 15 февраля, собираются, конечно, все рассказывают нам и так далее. Вот. Как только коснется вопрос, что что-то надо сделать и так далее, здесь, конечно, ну, не каждый герой. Угу. Это всегда сложнее. Ну, вот, казалось бы, что новым может открыться спустя 30-то лет, но до сих пор бывает. Гомельчанин Павел Федорцов получил заслуженную медаль за отвагу спустя 30 лет после своей службы. Бывают ли еще такие истории, которые от вас по-настоящему удивляют? Ну, естественно, понимаете, вот, что касается Павла Федорцова. У нас в Гомеле, вот, его сослужился много. Вот, они служили в спецподразделении, вот, есть, которые награждены тремя, четырьмя боевыми наградами. Ну, вот. И тоже, в том числе, и Павел Федорцов, он был представлен и к медали за боевые заслужбы, или за отвагу, я не помню уже, вот, которую он получил. И он был представлен к ордену Красной Звезды, вот. Поэтому найти, конечно же, все эти архивные документы очень сложно на сегодняшний день, но благодаря архиву, то есть, благодаря нашему музею военной славы, вот, они писали письма везде, куда только можно. И в Туркестанские военные округи и так далее, вот, и нашли. Вот, на сегодняшний день у нас есть прапорщик Войтинков, вот, у него тоже медаль за отвагу, я уже связался с Российским Союзом ветеранов войны в Афганистане, вот, они должны в главном управлении кадров Российской Федерации уточнить, что нам необходимо для того, чтобы он получил свою награду. Вот, то же самое, я думаю, что в течение, там, может, месяц, может, меньше и так далее, может, чуть больше, вот, Николай Войтинков тоже прапорщик получит свою награду. Ну, к сожалению, куда чаще, я думаю, что к вам идут не с радостными вестями, а с какими-то проблемами, самые сложные лечения трудоустройства. Скажите, пожалуйста, вот, какими проблемами со здоровьем аукаются, вот, спустя 30 лет пережитые события и пережитый стресс? Понимаете, это, наверное, самый на сегодняшний день сложный из вопросов. Когда-то, когда только начинали создаваться общественные организации ветеранов, вот, ну, никто, нет, никто даже не думал о том, что вот, пролетит, не пройдет, а пролетит время, и нам станет 50 и больше, вот, и все то, что было там приобретено, оно свой результат, как говорится, покажет. Вот, на сегодняшний день, вот, такие заболевания, как, такое заболевание, как посттравматический синдром, вот, он не прошел и не проходит мимо, и на сегодняшний день я уже не один раз обращался к нашей медицинской общественности, к нашим ученым-медикам, что давайте, давайте мы проведем диспансеризацию среди воинов-интернационалистов, и давайте мы скажем свое слово о том, что посттравматический синдром этого заболевания получен в результате боевых действий и так далее. Вот, потому что в 50 лет на сегодня у нас две, вот, по заболеваниям две проблемы. Это давление, и это, ну, какие-то такие вот расстройства, вот, люди становятся нервными и так далее. То есть нервные и заболевания сердечные. Ну, почему на сегодняшний день не сесть, как говорится, за стол, посмотреть, не взять, как из этих воинов-интернационалистов, там, 100, 200, 300 человек, вот, провести эту диспансеризацию, вот, ну, и четко ответить на этот вопрос. Вот, ведь на сегодняшний день не мы какими-то там первопроходцами. Сегодня посттравматический синдром – третья группа инвалидности в Соединенных Штатах Америки. Сегодня Европа признала полностью, кто служил в Афганистане и не проходит реабилитацию. Они сегодня все признают такое заболевание, как посттравматический синдром. Мы к этому относимся вот так. Вот, и когда приходится проходить комиссию на профпригодность, давление 150, давление 180, вот, а еще, когда дома померяют давление, о том, что его давление 150, все, волнение, приходить в поликлинику, пройти комиссию не могут. Вот, поэтому это самый-самый больной вопрос. Это стресс и сам по себе. Скажите, пожалуйста, Михаил Григорьевич, вообще гарантии в плане медицинского обслуживания существуют для воинов-интернационалистов? Ну, ежегодно воины-интернационалисты, чтобы, я хотел бы, чтобы они тоже, ну, к своему здоровью относились с любовью. Вот, если сегодня в поликлинике приглашают вас пройти диспансеризацию, то есть прийти в поликлинику, чтобы урожен вас посмотрел, надо идти. Вот, даже если не приглашают, опять-таки, раз в год, в начале года надо идти и просить, если врач сегодня не выдаст, например, там какое-то направление для того, чтобы пройти те же УЗИ там или что, пожалуйста, приходите, я всегда готов выслушать, всегда готов помочь. Но, еще раз повторяю, что врачи стараются, как говорится, помогать в этом отношении. Вот, но, еще раз говорю, что, понимаете, вот, это разовое, вот, пришел в поликлинику, прошел в диспансеризацию и все, есть госпиталь у нас, вот, давайте через госпиталь мы проведем, как говорится, этот весь анализ и так далее. Почему? Потому что, ну, придем в госпиталь, у нас в направление поликлиники, госпиталь нам предоставляется и так далее, вопросов нет. Но, еще раз говорю, это самое, что на сегодняшний день ведь пенсионный возраст продлен, если сегодня он 52-53 года, он не может пройти комиссию на профпригодность, а что будет в 60? Если он водитель троллейбуса, если он каменщик, кровельщик, значит, все, и куда ему идти? Михаил Григорьевич, у нас подготовлен сюжет на этот сюжет. Я сейчас вам приведу пример, вот, вот, ну, с полгода я с этим вопросом, как говорится, бился, бился, и толку же, так он и остался на бумаге, вот, у нас есть воин-интернационалист, у которого эпилепсия, он пошел на комиссию ВКК, на областную, вот, а там оказывается, что есть какая-то норма, необходимо определенное количество приступов для того, чтобы дать группу инвалидности. Но даже если будет один приступ в год, и он стоит на учете, что он эпилепсик, его не берут на работу. И вот правили к врачу-ребилитологу. Врач-ребилитолог написал на 4,5 листа профессий, где он не может работать. Я звоню врачу-ребилитологу, скажите, а где он может, я не знаю, и куда человеку пойти? Вот такой казус, да, современной медицины. Предлагаю сейчас перейти к сюжету. Наши корреспонденты встретились с воинами-афганцами и поинтересовались, что их сегодня беспокоит. Свою службу в Афганистане Валерий Смага вспоминает часто, ровно два года, с февраля 1985 по февраль 1987. Говорит, поначалу испытал стресс от увиденного, а в Советском Союзе тогда шел 20-й век. В Афганистане же многое оставалось на уровне 13-го. Потом, правда, к этой экзотике привык, а вот забыть своих погибших друзей не может до сих пор. При возвращении на родину, подействовавшим тогда правилом, фотоальбом у Валерия отобрали. Провез всего несколько фотографий, тщательно спрятанных в одежде. Теперь пересматривает их вновь и вспоминает. Я вам честно скажу, если бы по-новому слушать, то я бы лучше в Афганистане, я слушал, чем в Советском Союзе. Там как-то все проще, все свои. Когда выраститься, можно было бы по-другому все сделать, можно было бы поменять ситуацию, но было как было. Пару пацанов можно было спасти. Вот это часто остается. А под старостью более. Боевая юность не прошла бесследно для здоровья. Это тогда оказалось, что организм может выдержать все или почти все. После демобилизации Валерий Смага женился, работал, в том числе монтажником в домостроительной организации. Он строил практически все дома, которые сегодня видны из окна его квартиры. Правда, теперь это все в прошлом, хотя Валерию всего 51 год. Сейчас приказ такой, что у больного состояния здоровья очень плохое, то до свидания. Ну, списываю сразу моментом. Я работал монтажником, сколько лет? Восемь, наверное. И потом сердечко что-то приходило, мне попросили. Ну, перейли на землю, короче. С высоты убрали. Поработал там, потом комиссия очередная, и попросили. Сказали, что до свидания, не подходите вы нам. Валерию, можно сказать, еще повезло, если это можно назвать везением. Медицинская комиссия дала ему вторую группу инвалидности. И хотя пенсия в разы меньше бывшей зарплаты, это хоть что-то. Многие из бывших воинов-интернационалистов сегодня не имеют и этого. Работать по состоянию здоровья нельзя. Списки запрещенных профессий занимают по несколько страниц. А получить пенсию невозможно. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос с трудоустройством афганцев. К сожалению, многие наши собратья по Афганистану попадают под сокращение, так как не могут пройти медицинскую комиссию на профпригодность. Потому что самому младшему, кто был в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, на сегодняшний день около 50 лет. Соответственно, и рад проблем со здоровьем в этом возрасте возникает. Поэтому многие не могут пройти и работать в таких профессиях, как каменщик, маляр-штукатур, газоэлектросварщик, водитель и так далее. Эта проблема очень серьезная. Сегодня только в Гомельской городской организации воинов-интернационалистов 1415 человек. За 28 после афганских лет около 300 солдат и офицеров умерли от полученных ранений и приобретенных заболеваний. Здоровье у остальных тоже отнюдь не богатырское, даже при наличии свободных вакансий. Найти работу очень проблематично. Мы обращались в госорганы, чтобы к этой проблеме вернуться, и эти вопросы надо решать. Потому что семьи кормить надо, и люди не могут получать ни пенсию, ни какие-то пособия. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане Михаил Жукевич. Мы принимаем телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы уже в эфире, и мы готовы вас выслушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Моя фамилия Нестеров. Зову Сергей Викторович. Я служил в 88-м, 90-м году в пограничных войсках 81-й погранотряд в городе Термел. 25 лет мы считались воинами-интернационалистами, те, которые не то что служили на территории Республики Узбекской в Советском Союзе. Мы выполняли также интернациональный долг на территории Республики Афганистан, в зоне ответственности нашего погранотряда. В 89-м году перед самым выводом я был заброшен туда с целью реставрации и эвакуации техники Советский Союз. И 15 февраля 89-го года пересек после вывода колонны Громовым. Наша колонна советская прошла, и наши пограно-войска вывели. 25 лет нас считали воинами-интернационалистами, приглашали в школу, в сельский совет на все мероприятия, но потом предложили нам обвинять удостоверение советского образца на образца белорусского. Все документы, военные билеты удостоверения мы сдали, сделали запрос в Россию. По истечении полугода нам сказали, что подтверждения о вашем пребывании на территории Республики Афганистан нету, ввиду того, что войсковая часть 2099 была дислоцирована на территории Советского Союза. Поняли вас. Что вы хотели узнать? Я хотел сказать, что меня лишили афганской льгот. Небольшая беда, но звание, гордое звание нашего воина-интернационалиста лишили. И сказали, что вы с этого времени понимаете, что вы не имеете права пользоваться никакими льготами, хотя льгот как таковых уже у нас всех лишилих нету. На сегодняшний день я являюсь воином-интернационалистом или нет? У меня есть медали небоевые. Спасибо, простите, пожалуйста, у нас уже... Я хочу спросить, я имею право к вам, как человек, воин-интернационалист, прийти, считать себя воином-интернационалистом и прийти на все праздники? Или я уже не воин-интернационалист? Или мне... Я все равно приду ко мне. Спасибо большое. У нас считанные минуты уже до окончания программы. Еще хотелось бы спеть обсудить. Сергей Викторович, спасибо вам за звонок. Давайте мы с вами 15 февраля встретимся на монументе. Будет митинг там, все наши мероприятия. Вот подойдите ко мне. Я думаю, что эту проблему, я вам подскажу, как ее нужно решать. Я думаю, что мы ее решим. Обязательно приходите. Обязательно. Кто же вас поймет и поддержит, как не люди, которые пережили такие же события в своей жизни? Обязательно приходите, не оставайтесь... У нас сегодня эта проблема где-то по области человек 20-25. И такой опыт уже есть. Да, да, есть, есть, есть. Обязательно приходите. Я думаю, что во многом изменится к лучшему ваша жизнь после этой встречи. Михаил Григорьевич, когда-то воины-интернационалисты выполнили свой долг с честью, с достоинством, не роптали. Теперь государство о них должно позаботиться. Какие вы видите возможности для решения тех проблем, о которых мы сегодня говорили? Ну, понимаете, сегодня, конечно, очень сложно говорить, что там государство должно помочь или что. Значит, в рамках того законодательства, которое есть. Да, что-то делается. Почему? Потому что тяжело сегодня государству. Вот я не хочу там сегодня требовать от государства того, чего у него нет. Вот. Поэтому, слава богу, так скажу, что в свое время мы смогли, например, уже в городе Гомель, в области, мы смогли решить, например, жилищную проблему у афганцев. Да, в дальнейшем там, может быть, какие-то там расширения и так далее, вот сложнее. Вот. Хотя на сегодняшний день воины-интернационалисты имеют право брать льготный кредит и строить. Но, вот, нету сегодня ресурсов этих льготных для того, чтобы взять. Но сегодня, например, банки нам предлагают, и, например, Беларусьбанк предлагает под 11,5% взять кредит. Сегодня, вот, буквально, как говорится, за два дня до сюда, приходили на ту передачу, мне звонили с Агробанка по такой же процент. Они готовы на сегодняшний день предоставить кредиты. Вот. Но это, еще раз повторяю, что какая-то такая небольшая помощь, но она есть. Вот. Хотя я всегда говорил, что если мы сами себе не поможем, так, ну, наверное, искать где-то что-то мы сегодня взрослые люди. Но, вот, те проблемы, которые сегодня есть, насущные проблемы, они должны быть закреплены законодательно. Вот. Я, помните, я, например, в прошлом году был у вас на передаче, так, я с собой не брал ничего. Вот. В этом году я пришел там с бумажкой, так, это не то, чтобы где-то что-то там почитать и так далее. Вот, например, пакет документов, который мы передали в парламент. Вот. Это и закон ветеранных, это изменение в закон о пенсионном обеспечении, это изменение в закон по инвалидам первой группы. Ведь инвалиды у нас есть первой группы, и даже и второй, и третий, которые не работают, группа не работающая. Но у них нету коэффициента трудового, они ни одного дня не работали. Со школьной скамьи ушли в Афганистан, с Афганистана пришли и стали инвалидами. Особенно инвалиды первой группы. Вот. И у них пенсии на сегодняшний день гораздо меньше, чем у тех, кто сегодня имеет трудовой коэффициент. Это же несправедливо. Да, это несправедливо. Человек не виноват в этом. Нет, конечно. Вот. В советские времена это решалось. Вот. Они были признаны как пенсионерами союзного значения. И каким-то образом пенсия немножко вырастала у них. Поэтому и эти предложения мы в парламент отдали депутатам нашим. Вот. Поэтому, понимаете, ходить, например, и так вот опустить руки ни в коем случае нельзя. Для этого и есть общественная организация. Вот. Я бы всегда говорил, что один человек, не надо замыкаться. Надо приходить. Вот проблема, которую сейчас озвучил телезритель. Вот. У нас уже сегодня и суды есть прошли, где вернули удостоверение. Вот. У нас и другие, как говорится, мероприятия. Вот. Может быть, мы сделаем запросы. Вот. Поэтому, еще раз говорю, что не надо замыкаться. Я уже вначале говорю, надо любить себя, любить жизнь, бороться за свое здоровье и за свой статус воина-интернационалиста. И ходить в школы. Вас зовут в школу не с удостоверением. Вас зовут в школу не показать удостоверение. Вас зовут в школу для того, чтобы вы рассказали детям, что вы видели, как вы воевали, как воевали ваши друзья, а для этого возьмите с собой ваши альбомы и вот открывайте фотографию и на примере фотографии рассказывайте еще детям. Это всегда полезно. Михаил Григорьевич, одна минута до окончания программы. Где встречаетесь с воинами-интернационалистами? Где всех собираете и ждете 15 февраля? У нас мероприятия будут 13-14 в районах. Во всех домах культуры районные исполнительные комитеты будут проводить и приемы. Это я по городу говорю. То же самое мероприятие будет проходить и по области. Что касается города Гомель. Значит, 15 февраля у нас областная акция «Зажги свечу памяти» совместно с Гомельской и Туровской епархией. Мы в одно время зажигаем свечу памяти. Далее у 12 часов мы собираемся в Иверской церкви, как обычно. Вот проходит панихида. Затем сбор у 13.00 возле мемориала нашего. В 13.30 митинг, затем открытие выставки «Афганистан. Память и боль» в музее фотографии города. И дальше встреча в школах. Спасибо большое, Михаил Григорьевич. Это был диалог с председателем областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане Михаилом Жукевичем. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!